Так, ну хорошо. Значит, я попробую еще раз наскочить на метафору. Еще раз мы вернемся к этой ситуации. Айя-Ит. Признаки, свойства и предыдущие. Отношения и различия. Это очень понятно и просто. Дальше уровень всеобщности, как он спишет. Айя-Ит. Далекое, веселое. То есть, тождество Айя. То есть, уже форма выделяется как-то. Да, выделяется форма, становится всеобщей. Форма становится всеобщей. Здесь она может не быть всеобщей, напоминали. Веселая девочка бежит. Грустная девочка сидит. Даже если не было никакой другой фразы, мы все равно отвечаем свойство веселое и действие бежит. Свойство грустное и действие сидит. Затем мы каждый из признаков делаем всеобщим. Он веселый или далекой, все равно Айя. Бежит или горит. Все равно. Никакой не уделяется. А это мелочмон там новый, по-моему, пашки. Что за это такое, не смогу попробовать. Это тоже. Это тоже. Это тоже понятно. Бежит, горит, звенит, все равно ИТ. Но есть форма ИТ-ИТ. То есть отношение тождества признаков. Это у нас признаки. Это признаки. ИТ-ИТ. Просто Ая. Это понятно. Различие Ая-ИТ понятно. Свойство действия. Ая как признак. Тоже понятно. Веселое, далекое или звонкое, все равно признак Ая. Это тоже понятно. Бежит, свистит, блестит, горит. Тоже понятно. Признак тождественный, все равно признак действия. Все равно оно горит или бежит. Веселая девочка бежит, тарелка и звезда горит. Ая. Тождественно ИТ. Как признак действия, если свойство тождественное. А вот форма ИТ-ИТ. Она неясная. Как признак. Как существующий признак. Если мы его применим. Если этот признак мы применим. Веселое, далекое. Он остается признаком. Остается тождественным себе признаком. Бежит, свистит. Остается признаком. ИТ-ИТ. Если мы применим к разным словам. Если ИТ-ИТ мы применим к разным словам. Он сразу превратиться в исчезник. Как признак. В данном случае что является признаком? Признаком является отношение тождества признаков. ИТ-ИТ. В данном случае признаком является отношение тождества признаков. Признаком является отношение тождества к признакам Здесь признаком является отношение различия Здесь просто тождество Здесь просто тождество Здесь отношение тождества к признакам является признаком Если мы этот признак Ит-ит Применим к разным Например, бежит, свистит Он сразу превратится вот в этот случай То есть исчезнет как отношение к тождеству И мы получим просто тождество Не отношение к тождеству, а получим признак тождества Ещё раз, если мы этот как признак Признаками является отношение к признакам Если мы этот признак применим к разным словам То есть останемся на уровне всеобщности к чему не применился, равно «ид», то этот признак в качестве такового не удержится, а исчезнет. Приводится в этот случай. Что нужно, при каком условии «ид» сохраняется? Только при условии, если... Только при условии, если... Он будет применен к одному и тому же предикату. К одному и тому же предикату. А точнее говоря, будет применен к отношению творчества предикатов. Предикату, относящемуся к самому себе. Только в этом случае «ид», «ид» сохраняется. Например, «птица летит», «девочка летит». В данном случае «летит». Только в этом случае, если будет отношение тоже с предикатов, сохраняется признак в этом виде. Сохраняется признак в этом виде. То есть в виде отношения признаков с собой. В виде отношения тоже с признаками. Только в случае, если летит-летит, или «свистит-свистит», или «бежит-бежит», только в этом случае... Ещё раз, этот признак сохраняется... А как признак, только в том случае, если он является признаком отношения предикатов. Что из этого следует? Из этого следует, что отношение тождества предикатов надо понимать не как содержательное, а как формальное отношение, как формальное условие. Как у нас было раньше. «ид» — это формальное условие. Оно прежде, оно признак. Сначала мы мыслим признак, затем мы мыслим действие. Скажем, «бежит» или «свистит». Сначала мы мыслим признак «ая», потом действие. То есть свойство. Весёлое, далёкое. «Бежит», «свистит» — это уже содержание. «Бежит», «свистит», «везде ид». «Весёлая», «далёкая», «везде ая». «Ая» остаётся признаком, а само слово становится... содержание. Здесь мы имеем другую ситуацию. У нас сам предикат, а именно отношение тождества предикатов является не содержанием, а формальным условием. Итак, формальным условием является отношение с начала формальным условием. формальным условием является признак «виде», не обязательно даже «ит». Может быть, какой-то признак. Может быть, признак действия, может быть, признак свойства, может быть, признак падежа, признак возрасте, чего угодно. признак в виде отношения тождества признаков, некий признак Х, существующий как отношение тождества признаков, а затем признакам становятся отношения тождества предиката. Отношение тождества предиката. В том смысле, что это, что предикат, один и тот же. почему таким он не говорит что приди к становиться субъекта мы пока что сосреди даже не говорим не долго идти как-то или как-то и субъект или как на и отношения просто здесь говорится на самом деле не объекте приятели не а субъекте говорится приди как как бы говорит самостоятельно субъектами он сам по себе в этом смысле пожалуйста но важно что он остается формально формально не важно девочки относится правильно относится ли он там птицы важно что он самостоятельно некий предикат не нечто субстантивированное то что есть некая летит как бы без относительно чему он относится совершенно верно но формальном смысле то есть летит не добавляет содержать данном случае летит это уже не содержание какие-то любежит почему-то девочка у нас остается содержание отношение тоже что летит летит является формальным условием для удержания предиката признака вот с такого мы отличаем субъекта приди как вот например мы говорим девочки это субъект а летит это бритика то почему мы не можем сказать что летит то есть такой же побед какой в каком-то смысле иногда и идти точно коже субъект у нас нету и те реальные девочки данных просто есть реальная уздавая игра девочки субъект определенный смысл не нужны предикаты когда у нас возникает субъектом летит не тоже можно какие предикаты пытайтесь и частности просто сидеть могут многие там девочки там птицы это на мой взгляд было ты-то запутает дело называть субъект предикатом можно наверное учитывая что надо пока только о предикате без субъекта на этом основании называются или как субъекта можно но вряд ли удобно потому что мы запутаемся x например it it или а я конкретизирует являет дает нам вид предикации это признак который определяет вид предикации если а это свойство если это действие но за удержание формальным условием для удержания признака в этом виде нужно чтобы предикат выступал существовал форме отношения тождества или отношение предиката с собой it it летит 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 здесь не содержание содержание здесь нет эта форма это форма то также как это получается что летит летит это не содержание а форма а значит признак Даем теперь определение признака. Да, и раньше у нас было вот такое просто определение признака. Ая-ит. Теперь признаком является отношение тождества предикатов. Признаком является отношение тождества предикатов. Если это как получается, значит у нас вот девочка-птица, когда мы говорим, что девочка летит, мы говорим, что девочка-это птица. Но тогда для нас получается, что за словом птица скрывается отношение следующих предикатов, что она бежит как летит, то есть просто летит, летит и летит, бежит и бежит, то есть таким образом. И поэтому мы говорим, что когда девочка как птица, подразумевается, что она летит как птица. И скрытым смыслом у нас всего этого оказывается отношение «летит» и «бежит», взятое в слово «птица». Я не очень понимаю эту ситуацию. Или вот, например, человек-слон, да? Что мы говорим тем самым? Говорим, что человек большой. Слона нет, а есть большой. Таким образом, как бы получается, что мы, когда говорим «человек-слон», мы отождествляем размеры, которые происходят в слове «слов», с размерами конкретного человека. Или нет? Или просто не надо обсуждать, когда… Нет, мы придаем человеку размер слона. Большой. Непременно большой, а точно такой же большой, как слон. Да, как слон, да. Девочка, она совсем как птица, то есть она летит. Да, не открытого смысла «бежит, летит». Именно есть смысл «летит, летит». Тогда летит… Тогда зачем здесь вообще… Не «бежит, летит», а летит, летит. А как тогда метафора-то получится? Сидевочка буквально в мысли «летит». А так она и получится. Не метафора. Получается, что она бежит на самом деле, а мы говорим «летит». А со слоном большой-большой, да? Большой-большой. Мы не говорим «бежит». Бежит мы забыли. Девочка именно летит. У нее крылья. Тогда это не метафора, она летит подыд с небоскреба. Летит, конечно, она, это бесспорно. Тогда она летит. Тогда отличает метафора, когда метафора, и когда просто она летит, то же падает. Так не отличаем. Как? Падает камень, например. Если мы не говорим, что она бежит одновременно, не держим в уме, что она бежит на самом деле, но мы говорим «летит», тогда метафора. А если она падает, то и что? Она тоже летит, но она, мы так и понимаем, летит и летит. Булац хочет сказать, что когда мы говорим «человек как слон», мы одновременно понимаем, что это метафора. Да. Мы не только говорим, что человек очень-очень большой, это ровно такой большой, как слон. Мы еще понимаем, что слон здесь у нас приступает в качестве опоследующего элемента, то есть в качестве метафоры. Всегда мы понимаем. Потому что и на противном случае мы говорим, что это просто константация. Когда мы говорим «девочка летит», в том смысле, что падает с крыши, нет отношения тождества-предикатов. Девочка просто летит. А когда мы говорим «птица летит» и «девочка летит», есть отношение тождества-предикатов. Это является формальным условием для построения метафоры. Не смотрите, зашел к человеку и говорит «девочка летит». Как к ней его понять? Что он говорит? Метафор говорит, что вот так она быстро по коридору бежит, что кажется, что летит, или он на самом деле сообщает, что надо вообще-то спасать, скорую вызывать, что там кто-то упал с крыши? Он что говорит-то? Как понятно? Если он говорит, что девочка летит, как птица, скорую вызывает. С крыши. Хоть бы и скрыть. Когда я падаю с крыши, макает рука. Ну, он же низкий. Как отличить констатацию от метафоры? Как отличить? Констатацию от метафоры? Ну ладно, вы, может быть, не совсем вовремя въехали с этой констатацией метафоры. Нам же метафору пока понять. Задача понять метафору. Потом отличим констатацию от метафоры. Но еще раз, условием построения метафоры, тропа, является отношение тождества предикатов, когда признаком, грамматическим признаком, грамматическим средством, является отношение тождества предикатов. Сначала отношение тождества признаков, затем отношение тождества предикатов. Да, ну тогда получается, любое высказывание, в известном смысле, будет метафорой. Например, сказать, что девочка бежит, не является метафорой. Правильно? По нему можно построить ту же самую схему и сказать, что в высказывании девочка бежит, скрыто отношение бежит и бежит. То есть не отношение, что веселая девочка бежит, не отношение веселая бежит, а именно, что девочка бежит и бежит. Мне же будет применено точно такое же рассуждение. Я просто не довел рассуждение до конца. Отношение, я сказал, признаком является отношение предикатов. А признак должен быть признаком чего-то. То есть нужно вести содержание. Сказать просто признак, и повисит в воздухе, и ничего не будет означать. Он ист в том случае, что он разделяет разные содержания. Бежит, висит. Беж вес. Тогда он признак. Признак того, что и в том и в другом случае действие. Поэтому, когда я говорю, что признаком теперь является сначала отношение торжества признаков, затем я говорю, что признаком является отношение торжества предикатов, то я должен ответить теперь на вопрос признаком чего же является такой сложный признак. Он очень сложный признак, Говорят, что было просто — It, It, Mid, I... и всё. Признаком является — It, I... был признаком предикации, а теперь предикат — является признаком предикации. В ситуации, когда предикаты находятся в отношении творчества, это называется признаком, то признаком предикации является предикат. При первом — при сохраняющем владенстве — It, It. сначала it-it, затем предикат-предикат. Сначала признаком является отношение признаков, затем признаком является отношение предикатов. Отношение предикатов является признаком предикации. Что же является содержанием? Содержанием является птица-девочка. Содержанием является утверждение «птица летит, девочка летит». То есть отношение предикатов является признаком для предикации «птица летит и девочка бежит». Отношение тождества предикатов является признаком предикации «птица летит, девочка летит». Именно когда мы построили отношение тождества, то самое приятное, после того, как мы построили отношение тождества предикатов, мы уже вынуждены из самой грамматической формы. Именно потому что «летит, летит» — это грамматическая форма, здесь нет содержания. «Летит, летит» — это грамматическая форма. Содержанием является «девочка летит, птица летит». То есть из грамматической формы мы вынимаем грамматическая форма «летит, летит» предполагает, что «девочка летит птицей». Именно грамматическая форма предполагает, что «девочка летит не как девочка, а как птица». Потому что отношение тождества предикатов, за это отношение тождества предикации. Птица летит, и девочка летит. И в своем «летении» она птица, а не девочка. Но только в «летении». Только в «летении». После того, как мы отождествили предикаты, установили отношение тождества предикатов, Теперь нам оказывается, что каждая предикация, птица летит и девочка летит, они как предикации и тождественные. И девочка именно как птица летит. Не похожа на птицу, а именно как птица. Это сущность метафоры, которую мы угадали еще до грамматической формы, теперь вытекает из грамматической формы. Человек большой, как слон. Мы сначала устанавливаем отношение тождества. Признак у нас является отношение тождества признаков. Ой-ой. Затем мы берем Большой Большой Ой-ой остается ведущей частью И все это является признаком утверждения Человек большой Слон большой После того, как мы установили отношение тождества предикатов, мы устанавливаем отношение тождества предикации. Отношение тождества между человек большой и слон большой. Нам больше некуда деваться. Если мы уже грамматическую форму определили Грамматическую форму определили Большой Равно большой Отношение тождества Это же тень метафора, вот это большой и большой Это грамматическая форма метафоры Формальное условие метафоры То есть чайник большой, это тоже метафора? Ну, если он большой как слон, то да Да. Если он просто большой, то это не метафора, да. Нет, ну смотрите, просто есть же понятие сравнения. Как слонно, в каком-то смысле и сравнение. Нет сравнения. Вот это дурацкое слово сравнение, оно вообще не существует. Есть тождество или различие. Ну да. Да, действительно так, да. Что значит сравнение? Мы сравниваем, что-то отреживляем, что-то различаем. Мы раньше отрезки сравнили, мы их что делали с ними, не сравнивали? Мы же их сравнили. Мы брали отрезки, брали третий и сравнивали. Они были тождественны одной частью и различных с другой части. Нет, нет, это же и есть сравнение. Почему здесь нельзя так же сказать? Что они тождественны чём-то одном, а различные другом? Совершенно верно, человек не становится слоном. Человек приобретает размеры слона. Через грамматическую форму, больше равно большой, равно большой. Через грамматическую форму, благодаря грамматической форме, большой, большой, благодаря грамматической форме, которая выражается в отношении тождества предикатов. Благодаря этой грамматической форме, теперь содержательно утверждаем, что человек, оставаясь человеком, не слоном, приобретает размеры слона. Размерами он тождественен со слоном. В этом способе предикации. И предикация вытекает и из грамматической формы. Предикация, тождество предикации, вытекает из отношения тождества предикации. Между слоном и человеком отношение тождества по размеру. Получается, что кипербола вообще не бывает. Да. Бывает только метафор, а кипербола не бывает. Кипербола не бывает. Предкая птица залетит до середины Днепра. Это значит, что Днепр остался Днепром. У нее пресная вода. Вода, как положено в речке, течет в одном направлении. Но шириной это море. Никакого преувеличения. Преувеличение здесь нет. Есть тождество. Тоже, что по размеру. Вот данные предикации. В частных случаях констатации, да, только через какой-то другой опоследующий объект. Через слона, через птицу. Ну, просто констатация. Девочка летит, констатируем, и все. То есть, вот этот поэтический момент, когда метафор как-то, по-моему, исчез. Что как бы необычно, да, сказать, что девочка летит вообще-то. А та вроде теперь летит, всегда она летает, все девочки летают. Кто-нибудь. Наоборот, почему же он? Именно потому, что девочка птицей летит, а не похожа на птицу. Похоже это как раз, еще поэтичного в этом нет. А то, что у девочки выросли крылья в наших глазах, и что на наших глазах днепр превратился в море по ширине, при прежней пресной воде и прочих параметрах речки, да. А он превратился в море. Это самая поэзия и есть. Как мне представляется. Он именно превратился в море, а девочка именно превратилась в птицу в том смысле, что ее руки превратились в крылья. То есть это получается, что петафора – это нарушение предикации, да, как бы неправильная предикация. Нету никакой… Сплошная поэзия, совершенно никакой предикации. Нет, но у вас такие предикации есть у вас. Но поэтичная. Главное, что я хочу сказать, что грамматическая форма приобретает вид отношения предикатов. Еще раз, большой – это несодержание, большой – большой, отношение большой – это несодержание, это форма. Так же, как ой-ой. Ой-ой – несодержание. Может быть большой, может быть больной, может быть смешной. Ой – несодержание, чистый признак. Точно так же, большой – большой – это признак, а несодержание. Еще содержания нет. А вот человек большой и слон большой – это уже содержание. Возможно, отношение тождества признаков является признаком для сравнения предикации, для отождествления предикатов по одному из параметров. Человек большой – это уже содержание. Большой – большой форма, а человек большой, слон большой – это содержание. И большой-большой является признаком, определяющим содержание человек и слов. То есть мы распространяем понятие признака на отношение предикатов. И тогда вроде получается. Тогда вроде получается метафора. Но есть же простоещее наблюдение, что все предметы с друг другом сравниваются один больше другого. Можно построить шарики, да, один больше другого. И мы будем говорить, что этот шарик больше другого, это же не будет метафора. Это не будет метафора, конечно. Что же метафора? Ну сравнений-то нет, Павел Шарик. Значит, все метафора. Измерения-то вообще есть. Мы измеряем, но один шарик больше другого. Это больше, больше, больше. Вот отрезки измеряем. Один отрезок, больше другого. У нас везде есть измерения. Там есть измерения, там есть сравнения. Там есть сравнения, метафора же получается вроде как нет. Метафора же не строится на том основании, что мы померили скорость бега девочки, сопоставили со скоростью полета птицы. Оказалось, что ровно такое же количество километров в час. И на этом основании, торжествую, говорим девочкой. Поэтому я говорю, что метафора это не сравнение. Только это, я тут только это говорю. Вы спрашиваете, как это нет сравнения. Сравнение есть, просто метафора это не сравнение. Да. А сравнить будем в мире. Мы отрезки действительно сравнивали. Все, все мы это делали. Когда мы говорим слон, большой человек, большой. Мы сравнили слон, птицы, большой человек, поменьше. Ну, это будет не метафора, это будет сравнение. Человек меньше слона. Это прекрасно. А что еще там бывает-то? Один отец был-то. Теперь был метафор. Не, ну всякая штука. Я тут как-то... Это не миссия. Игорь докладывал, я забыл уже все. Ну вот я тоже не смог удержать это в памяти. Так, слушайте, а куда же я? Синекдоха. Или синегдоха какая-то. Синегдоха, да. Слушайте, надо понимать. Ага, вот они основные трубы. Ну, то есть их, вообще говоря, порядка двух десятков разного рода этих тропов. Но считается, что корневых три. Метафора, метанимия и синегдоха, действительно. Разница следующая. Синегдоха – это такой вид тропа, в основании которого лежит отношение части к целому. То есть, когда в метафоре участвует не какой-то признак предмета, а некоторая часть этого предмета. Например, рука или голова. Ну, можно сказать, синие мундиры, да, имея в виду этих офицеров. Ага, ага. Или это синие... Мундиры голубые, да. Голубые мундиры – это жандармы, по-моему. Вот, ну да. Это вот, пожалуйста, такой вариант. Метанимия. То есть, нет, на самом деле, это к нашему разговору. Это означает, что признак может быть взят безотносительно? Ну, как субъект. Синегдон, там, угиря, или голова там. Нет, понятно, что в каком-то смысле вот этот вот признак, из-за которого строится троп, он приобретает некоторое самостоятельное значение. Вопрос только какое. Вот как бы, как эта самостоятельность его описать. Ход Олега Михайловича состоит в том, что он выступает таким формальным основанием для построения тропа. Ну да, и в этом смысле он вполне самостоятельный, потому что мы сначала его устанавливаем, а после установления только вот его, у нас появляется основание для суждения «птица летит, девочка летит», и «девочка летит» остается. Или там, «человек большой слом большой, человек как слом». Ну, а если человек не понимает метафору, для него все, что говорится, констатация, что с этим делать? Он, понимаешь, у девочки... Что делать с этим человеком мы не будем обсуждать? Он, понимаешь, у девочки... Другая проблема, а проблема реалисти какая-то, другая проблема. То есть, когда я говорю что-то поэтическое, другой человек должен понимать, что это шутка, как это своего рода поэтичность, а не констатация. То, что я хочу сказать, заключается в следующем. Как происходит понимание? Понимание метафоры происходит следующим образом. Мы сначала сознаем грамматическую форму «ит-ит» или «ой-ой», затем сознаем, как грамматическую форму «летит-летит» или «большой-большой», как грамматическую форму. А зачем? Через понимание этого, через понимание грамматической формы, мы понимаем, что девочка летит, и птица летит, и слон большой, и человек большой. Именно как метафору. Если мы не построили сначала грамматическую форму, соответствующую грамматическую форму, мы не понимаем метафору. Так же, как мы не можем отличить свойства от действия, если сначала не отличили «ай» от «ит», сначала грамматическая форма, как мы это уже проходили. Вот так же и здесь. Грамматическая форма навязывает нам смысл метафоры. Она первична. Так мы понимаем? Через понимание грамматической формы. А метафора открывает нам... А, кстати говоря, вот это вот, которое часть или целое, это тоже как-то укладывают в эту схему? Можно просто подумать. Все тропы, да. Это отдельно. Потому что, я говорю, у меня общее пока впечатление, что то, что вы говорите, в точности относится не к метафоре, а к тропу как таковому. Потому что речь идет просто о механизме, за счет чего мы можем признак какой-то сделать основанием для построения метафоры. Или там часть целого, две части целого могут послужить основанием для построения синектахи. Вот. Но это можно как бы специфицировать, как это выражается. Ну, просто надо показать, грубо говоря, на других примерах. Да, вот на части, например, отношение части к целому. Каким образом из этого получится синектаха? Ну, я не вижу принципиальных затруднений, просто сходу не получается. А так, да. Надо подумать, как к основным тропам применяется. Ну, да, хотя бы эти вот три, потому что с метафорой тоже. Она, кстати, самая сложная и самая плохо описанная, и самая плохо описанная из тропов. Вот. А метанемия, например, это нечто обратное в синектахи. То есть, если в синектахи часть замещает целое, то в метанемии, наоборот, целое выступает в роли части. Ну, вот здесь пример такой из Пушкина. Читал охотно Апулея. Вот. Имеется это в виду не Апулея в целом и не все творчество Апулея, да? А имеется в виду, там, роман Апулея какой-то один. Но вместо того, чтобы называть конкретный роман, говорится, читал Апулея. Это, оказывается, метанемия. Что делал? Смотрел на Говицына. Да, ну, рассмотрел на Говицына в очень конкретной, частной форме. Лековую. А говоришь именно как о целом. То есть, целое выступает как признак? Ну, вот в этих примерах... То есть, признак выступает как целое. И целое, а метанемия, получается, целое выступает как признак. То есть, на самом деле, это обмен признаков и целостностью. Ну, да, да. Здесь просто не все корректно называть... То есть, на самом деле, как субъекта и признаков, вот это обмен. Субъекта и предикат. Дело в том, что не все корректно же называть признаком. Вот, например, часть целого некорректно называть признаком целого. Предикатом же можно называть предикатом. Ну, вот это род предикации, да. Вот в самом общем виде это действительно так. И это не подрывает общее определение того, что происходит в языке, например. Происходит уточнение предикации. И это все так. Когда, получается, мы можем как делать? Мы можем говорить о субъекте, обозначая только один предикат. Либо говорить о предикате, обозначая только субъект. Мы говорим субъект, да, как бы, и обозначаем, так сказать, и все, что за этим субъектом скрывается. Все многообразие, как предикат. Там, опулей, да, и все многообразие того, что его творчество, там, и прочее, прочее, да. Все произведения его. И везде, как мне кажется, игра состоит в том, что субъект и предикат как-то меняются местами. Воздущий станет субъектом, другой станет субъектом. Некая самостоятельность. Нет, просто тут, чтобы не путаться. Вот внутри метафоры субъект и предикат, они, как бы, не меняются местами. Просто игра происходит в том, как бы, на основании чего происходит построение тропа. Оно может произойти на основании того, например, что мы часть, целое заменим частью, или наоборот. Целое, часть заменим целым. Вот это возможно. Но просто в самой структуре метанимии, метафоре или синегдохе предикат и субъект, они как вот есть, так и есть. Просто речь идет в этих условиях, которые выступают бэкграундом, которые выступают основанием для построения такой фигуры. Я-то имею в виду, что есть и реальные субъекты, это девочки, слоны есть, да, и мы о них знаем. А есть, как бы, субъекты, которые существуют только в языке и удерживаются только языком. То есть, допустим, большой, нет такого субъекта, да, но в языке он может стать субъектом. Точно так же, как субъектом может стать летит. То есть, в языке это возможно, хотя в таких субъектах реальности мы не встречаем. И благодаря тому, что язык позволяет удерживать таких субъектов, возникают тут все явления, как мне кажется, тропы. А когда летит, как бы, само по себе, как субъект, можно, как может быть, по-разному прочитанным. То есть, летит, становится самостоятельным и, как бы, вот... В каком-то смысле, Олег Михайлович выстраивает то же самое, только просто по словам. Никакой троп же не состоит в одном слове? Нет, в одном слове нет. Но это означает, что есть какой-то летит, который само по себе, безотносительно того, кто летит. Девочки летят, птицы, камни. Это не важно. Оно само по себе что-то, как существо. Вопрос только в том, что это. Да. Вот именно. Но оно существует только в языке. Естественно, мы не найдем, руками не пощупываем его, нигде его нет. Она его языку удерживает. А в реальности нет. В реальности есть, конечно, девочки, слоны, и они все есть. Все эти сущности есть. Но в языке также есть такие сущности, как летит. Ну, сущности в кавычках, конечно. Там большой и прочий. Которые точно так же вокруг себя, у которых можно присоединить все остальное. Они самостоятельные. Вот это образование таких сущностей, как самостоятельных, мне кажется, порождает метафоры. И всякие другие вещи. Потому что теперь мы можем говорить о большой, как... Это в самом общем виде, безусловно, так. Вопрос в том, что как именно оно выступает в качестве самостоятельного. Потому что когда, например, мы просто сознаем, что бежит это предикат девочки, мы еще, например, до того, как мы выделили формальный признак этого предиката, сам признак уже есть. И он есть, ну, в некотором смысле он есть только в языке, как ты выражаешься. Окей. Да. Но совсем другое дело, когда мы по поводу этого бежит, осознаем, что ит это именно формальный признак, который выступает признаком вообще такого рода предикации. Бежит, летит, свистит, горит и так далее. Это уж как бы другой уровень. И вот опять-таки вот этого уровня тоже в реальности нет. Но это нечто другое, чем первое наше осознание бежит. Ну и так далее. Речь в том, чтобы вот производить эти развлечения. Не, мы просто на самом деле логика у нас уж сильно, больно сильно упирается в какой-то такой материализм в кавычках, да. Потому что изначально нам все-таки мы хотим, чтобы вокруг нас были вещи, да, как бы и их свойства. То есть их предикаторы. То есть мы хотим остаться вот на этой простой антологии, что есть только вещи и их свойства. Я предлагаю проголосовать, кто этого хочет. Нет, на самом деле. А если думать на самом деле, язык позволяет нам отказаться от такой антологии и говорить, что на самом деле, кроме вещей, много чего другого рядом есть. Много чего другого, которое точно так же претендует на то, чтобы стать вещью. Хотя вещью никогда не станет. Язык его удерживает как вещь. Вот есть такая вещь, когда ты разговариваешь не с нами. Да нет, я просто скажу некую интуицию, чем язык отличается от простого логики. То есть такой логики, которая исходит из антологии, что есть только предметы и предикаты. То есть все, вот антология такая простая. Язык добавляет, что кроме этого есть еще целый мир языковой. И метафор возникает как вот это движение, помимо логики вещей и их свойств. То, что вещи и их свойства – это просто констатация. Язык тогда просто повторяет то, что и так есть. Вот стоит микрофон. Буду я назвать его черным и проще, он все равно стоит. Он все равно есть, помимо моей констатации. Констатация добавляет, для меня добавляет, раскрывает аналитическим образом, что он собой представляет. А метафора, она не только не раскрывает, она на самом деле нечто создает, она синтетическим образом присваивает, через счет что-то новое созидает, помимо констатации. Целый мир. Ну, все так. Мне интересно, что метафора, которая вытекает из языка, формальным условием метафоры является отношение творчества притекатов. языковое формальным условием. Но каким-то образом метафора прямо уже подводит нас к таким вещам, как воображение. девочка с крыльями, девочка с крыльями, девочка с хвостом – это тоже следствие, только образное следствие этого самого отношения творчества притекатов. То есть из языка, задача в том состоит, чтобы из языка вывести метафору, из языка вывести воображение, и, между прочим, из языка вывести память. «Подъезжая под эжоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза». О чем здесь? И речь идет о отождествлении, об отождествлении по синеве глаз и неба. Есть девичьи глаза, синие, как небо, и есть небо, синие, как девичьи глаза. То есть память – это тоже метафора. Не только воображение – метафор, но и память – метафора, память – отождествление. Радница, видимо, в том, что воображение – это отождествление предметов по свойству, хотя здесь тоже это отождествление. А память в воображении может движеться от предметов к свойству, а память может движеться наоборот – от свойства к предмету, потому что мы глянули на небо, увидели ее синевую и вспомнили синие глаза. В любом случае здесь это отождествление по общему признаку. Можно ли просто перейти без каких-то опосредований дальнейших от языковой метафоры, от языковой формы метафоры, перейти к воображению, или здесь нужны какие-то дополнительные ходы? Мне это не очень понятно. Если мы понимаем, через понимание формы языка, понимаем, что девочка летит и птица летит, то прямо из этого появляется девочка с крыльями. Нужно еще что-то говорить. Или и так понятно, что из этого появляется девочка с крыльями. Потому что как летящие, они тождественные. Может быть и нет, может быть и не прямо, может быть нужно что-то говорить, но отсюда видно воображение и видно память из метафоры. Но пока я не... Как минимум затруднение же такое, что мы ведь когда понимаем метафору и решили, говоря, троп, мы понимаем его именно как троп, как форму выражения. Мы не воспринимаем это буквальным образом, что девочки залетали по небу, как птицы. А для воображения нужно, чтобы мы восприняли этот троп буквально. Человек как слон, и такой ба-бах, воображение нарисовало картину с такими ушами, с хоботом. Не-не-не, только размером. Да, только размером, конечно. Бишь хоботом. Ну хотя бы только размером, да. Но все равно, не кисло. Нужно, так сказать, забыть о том, что это метафора, и нарисовать это буквально. Ну почему? Воображение мы помним, что это воображение. И при памяти мы помним, что это память. Дело здесь не в буквальности, дело в чем-то другом. Да? Да, конечно. Когда я вижу девочку с хвостом, я вовсе не думаю, что на самом деле такие девочки существуют. Я просто понимаю, что рыба плывет хвостом, и поэтому у девочки появляется хвост, потому что она плывет как рыба. А рыба плывет хвостом, а не жабрами. И птица тоже летит не клювом, а крыльями. И поэтому если девочка летит как птица, то у девочки появляется не клюв. Нос остается носом, девочка остается девочкой. Но у девочки появляются крылья. Но как конкретно совершить переход от языка? Именно из языка, дорого именно эта идея. Из языка перейти, когда летит, тождественно летит, из формы языка перейти к воображению. Задача для меня формулируется именно так. Как языка получить не просто метафору, вроде бы как и получили уже. Не просто троп. Из языка получить воображение и память. Потому что и воображение, и память попадают под это определение. Это тождество разных субъектов в отношении одной предикации. Скажите, пожалуйста, а бывают метафоры активные и метафоры стершиеся? Девочка, человек в эксплоне, это ясно, что это стершаяся метафора. Активная метафора бывает? Да. А как они отличаются, стершиеся и активные? Вот это очень интересно, что все наши предикаты на самом деле произошли из стершихся метафоров. Быть может. А активные метафоры никак не удерживаются? Вот, например, если говорить про девочку, девочка залетела. На мой взгляд, вот это стершаяся метафора. Она как птица попала в селок, означает. Правда же, да? Да. Ну, метафора стершаяся, потому что птица здесь очень далеко от нас ушла. Птица просто, когда говорят, девочка залетела, мы все понимаем, что это значит. Когда мальчик залетел? Тоже понимаем примерно, что это значит. Мальчики вылетают обычно. Ну и залетают. Одновременно, девочка залетела, мальчик улетел. Да, да, да. Ну, есть разница в языке. Да? Как они? Вот я с этим постоянно надоедаю всем этим одним и тем же примером, что земля поплыла под ногами. Стершаяся метафора. Земля поплыла под ногами. Пьяная, что ли? Ну, нет, немножко. Просто удивленная. Да. И никогда тяжелый шар земной не поплывет под нашими ногами. Не уплывет. Не уплывет, да. Активная метафора. Одна и та же метафора, земля поплыла под ногами. Но в одном смысле она стершаяся, а в другом смысле она активная. Ну, по крайней мере, мне кажется, что формальные основания для построения что стершейся, что активной метафоры, они как бы идентичны. Другое дело, что действительно есть какая-то разница между стершейся и не стершейся метафорой, но в чем здесь ее можно найти в отношении формальном, не очень понятно, потому что так предварительно кажется, что просто стершаяся означает, что просто сильно не свежая. Да, не свежая она, похоже, что да. Но, с другой стороны, поэзия, кажется, тем и отличается от просто языка в его повседневности, тем, что язык оперирует стершейся метафорами в то время как в его повседневности, в то время как поэзия находят ее, вводят в обиход метафору новую. Ну, либо освежают стершейся. Ну, Игорь Данилов более сильно предлагал, что любой предикат – это не что иное, как стершаяся метафора. Да, это тоже такое. Когда мы говорим, что человек стоит, то изначально это было «стоит как столб», поскольку это в миллион раз повторялось, то получилось, что человек просто стоит. По крайней мере, предположение было такого рода. Наверное, есть исследования, я думаю, что это как раз не новое предположение. Наверное, с тем даже может существовать какие-то исследования. Но это возможно, что метафора как бы прежде языка. То есть, я в моих посторониях сначала предикация, а потом как разновидность предикации и метафора. Да, поэтому отсюда становится понятно, почему примитивные языки такие сложные. Сложные? Сложные, сложные. Да, а в чем там? Ну, там 50 потежей, 30 времен, еще чего-то там такое. Опоздали мы уже, что-то заболтались. Уже 20 минут до следующей лекции, поехали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.